Приветствую! Меня зовут Алексей Помыканов. Вы смотрите канал МАУС, и здесь мы говорим о будущем. Под будущим мы понимаем метавселенные, искусственный интеллект и, конечно же, весь набор технологий, которые включает в себя Web3. Это видео мы посвятили теме, которая называется «Метавселенные для бизнеса». И это первый ролик из серии, в котором мы расскажем о развлекательных метавселенных, которые будет полезно использовать для решения бизнес-задач. Для кого будет полезно это видео? Для компаний, брендов и инфренсеров. Для людей, которые развивают бренды, для маркетологов, для пиарщиков, для даже людей, которые занимаются HR-задачами. И одна из наших таких главных, наверное, задач стоит в том, чтобы познакомить всех вас с тем, какие бывают различные метавселенные, какие у них есть особенности и, самое главное, для каких задач они подходят. Мы сталкиваемся на нашей практике, что очень часто люди очень однобоко понимают термин метавселенные. Им кажется, что это только про пиар или, например, это только про игровые вселенные. Им кажется, что вот Майнкрафт, Роблокс — это какие-то отдельные игровые движки, а VR — это больше метаверс и так далее. В общем, мы хотим все это разложить по полочкам и показать именно для каких задач лучше что использовать. Первый блок мы начнем с развлекательных или игровых метавселенных. Они интересны тем, что имеют сейчас, наверное, самую значительную аудиторию, и мы видим вообще тенденцию, как из игровых миров, где уже понятно, как проводить время, люди постепенно перетекают в какие-то другие задачи, другие способы проведения времени. Ну, самый наглядный пример — Fortnite, в котором люди привыкли играть, и в какой-то момент они с удовольствием перешли посмотреть концерт Трэвиса Скотта, потому что это одна и та же площадка, одна и та же платформа, и они совершенно прекрасно восприняли другой способ какого-то мероприятия. Итак, что нам важно при рассмотрении метавселенной? Первое — это какой способ доступа, какой интерфейс они имеют. Мы знаем, что есть метавселенные, которые работают в мобильных телефонах с помощью приложений, есть метавселенные, которые доступны с помощью браузеров, есть те, которые доступны с помощью приложений на компьютере, Mac или Windows, и, конечно же, есть VR-мейтселенные. Это первое, что нам важно понимать в обзоре этих проектов. Второе — это какая у них аудитория, кто эти люди, какое количество и сколько этих людей в России. И третий, на мой взгляд, важный параметр — это то, какие задачи лучше всего с помощью них использовать. Здесь, поскольку мы наблюдаем за рынком, сделали очень много своих кейсов, мы понимаем это на практике, а не в теории. Поэтому это, наверное, самая такая ценная часть, да, потому что наглядно показывает, что можно применить именно для вас. Погнали смотреть, что вообще у нас есть в арсенале. Первая метавселенная — это, конечно же, Роблокс. И тут сразу я хочу предвосхитить все вопросы, да, а почему вообще вы называете Роблокс метавселенной? Ну, во-первых, что они сами себя так называют, потому что они не могли не вписаться в этот хайп. Ну, а у меня есть на это вполне разумное объяснение. С одной стороны, у нас есть как бы супер привычные нам всем игры. И есть игровые платформы. Игровые платформы — это когда, в общем, скачивая какое-то одно приложение, у тебя есть много внутри разных наборов, значит, игр. И Роблокс — это, в общем, в целом, скорее игровая платформа. Но поскольку Роблокс, а, имеет возможность, дает возможность любому человеку там внутри создавать контент, это приводит к тому, что люди создают и игры, и проводят какие-то экскурсии, создают цифровые копии своих городов, там организовывают концерты, там просто делают мероприятия, где можно позависать и попроводить время по проходить какие-то полосы препятствий, в том числе, там, самый для меня наглядный пример — это копия МЦК, где можно в виде машиниста покататься и посмотреть на Москву из вагона метро. Вот. И вот различие различных типов контента, отличных только от игр. И второй фактор, что возможность создавать контент доступна абсолютно для всех. Даже самым минимальным опытом можно сделать какую-то первую попытку и сделать то, с чем могут воспользоваться другие пользователи. Делает этот мир открытым, и это две самые главные, наверное, характеристики. Это открытый мир, в котором каждый может создавать контент, и второе — это, конечно же, история с тем, что это не только развлечение. Да, как только это выходит за рамки развлечений, это уже становится ближе к метод вселенной, потому что там есть разные способы проведения времени. Что же у нас у Roblox с аудиторией в целом? Мы знаем, что в целом аудитория Roblox насчитывает 210 миллионов человек, из которых в России месячный объем — это 7 миллионов. Звучит очень внушительно, да, потому что вот все время, когда рейд заходит про метод вселенной, стоит вопрос, о, ну а какая же там аудитория, сколько людей находится в метод вселенной? 7 миллионов. Пожалуйста, возьмите и распишитесь. Цифра уже достаточно интересная. Но следом стоит другой вопрос. Кто эти люди? Ну, во-первых, это, конечно же, дети. Но дети — это очень широкое понятие, а поэтому мы его разобьем на отдельный бодгрупп. 25% — это от нуля до девяти лет. 29% — это от девяти до двенадцати лет. 13% — от тренадцати до семнадцати. И есть еще огромный сегмент — это восемнадцать плюс. Это целых тридцать процентов. Это целая одна треть. Поэтому мы можем сказать, что усредненно, конечно, это платформа, на которой возраст такой вот как бы средний целевой аудитории, он колеблется где-то вот там от девяти до семнадцати лет. Это самая как бы большая часть этой метод вселенной. Но при этом там есть довольно большой сегмент и людей более взрослых. Поэтому все очень сильно зависит от того, на кого таргетирован проект, да, и с какой аудиторией он будет работать. Продолжаем дальше. Следующий вопрос, который нас волнует, это то, с помощью чего можно получить доступ к метавсиленной роботам. Во-первых, это мобильный телефон. Абсолютно все платформы. Приложение очень легкое. Оно изначально скачивается там порядка 100 мегабайт. И дальше каждый конкретный мир, он подгружается. Поэтому очень легко скачать, и очень легко платить. Вторая история, это, конечно же, компьютер. Да, соответственно, есть приложение для компьютера. VR-версия есть, но, честно сказать, такая версия, какая есть с VR-ом, лучше бы и не было. Она работает очень криво, поэтому VR мы можем как бы очень условно здесь назвать. Я думаю, что залог популярности, он, конечно же, в том, что это очень легкая платформа, которая поддерживает большинство телефонов, поэтому порог входа минимальный. Мобильные компьютеры, планшеты, кстати, тоже, да, это все, с помощью чего можно получить доступ. И поэтому здесь, в общем-то, все хорошо с аудиторией. Для каких бизнес-задач, на мой взгляд, больше всего подходит эта метавсиленка? Во-первых, за счет того, что здесь есть аудитория, это, конечно же, история с играми и маркетинговыми активациями. Когда мы говорим про игры, это может быть не игра ради игры, это может быть какой-то брендовый мир, который, с одной стороны, знакомит с самой компанией, с ее продукцией, с ее услугами, с ее, может быть, какими-то персонажами. Ну и здесь есть прям огромный набор примеров, потому что по всем этим метавсиленам, про которые мы рассказываем, мы снимали у нас на YouTube-канале, снимаем разные подборки, в которых можно посмотреть примеры, как там выглядят бренды, как вообще визуально выглядят эти миры, да, и вот это все можно посмотреть по разных примерам. Соответственно, в Roblox, это, конечно же, примеры, там, компаний Nike, Vans, Gucci, которые создавали пространство для того, чтобы познакомить аудиторию, ну, просто вот со своей компанией, в таком игровом формате. А второй тип кейса, для которых это хорошо подходит, это маркетинговая активация, когда это не просто игра, это еще какой-то процесс для получения промо-кодов, для знакомства с продуктами. И здесь хороший пример — это компания NVIDIA, которая в конце прошлого года запустила такой событийный проект, предновогодний, когда они создали очень такой снежный и тематический мир, в котором предстоялось пройти предновогодние различные квесты, покататься на коньке, пособирать разные бонусы, сходить в гости к Деду Морозу, и в конечном итоге, собирая все эти штуки, можно было покрутить колесо и выиграть промо-код на какое-то количество мублей. мублей, не рублей, а мублей, которые дальше можно было перейти в группу ВКонтакте и, соответственно, сконвертировать в рубли, которые дальше зачислить себе на счет в интернет-магазине и потратить на покупки. Проект с точки зрения показателей был очень успешный, они получили 22 миллиона охватов СМИ, и по статистике Роблокса она доступна и открытая, мы видим, что порядка 200 тысяч пользователей повзаимодействовало с этим миром. Я сам лично проходил этот мир, понимаю, что там невозможно провести меньше, ну, где-то, наверное, часов, часов, меньше минут 30, для того, чтобы просто собрать минимальный пакет таких рублей, которые можно обменять на промо-код. Поэтому за эти 30 минут можно было посмотреть все, можно было посмотреть тем, какие там, значит, созданы инсталляции, познакомиться с теми продуктами, которые были интегрированы. Ну, то есть то время, которое человек взаимодействует с брендом, оно, ну, вообще несопоставимо с какими-то другими медиа-каналами. И это, кстати, один из очень важных тезисов, которые дают Метавселенные, они дают вовлечение. В том мире, в котором мы идем к тому, что у нас ролик в Reels 30 секунд, на YouTube больше всего заходят Shorts там на 45 секунд, вот, собственно, контакт взаимодействия с брендом, он очень сильно уменьшается. И, собственно, такого рода интеграции, они могут иметь большие охваты, например, это может быть миллион пользователей, но при этом время взаимодействия будет очень короткое, за которое, ну, не всю информацию можно донести, не все какие-то преимущества, продукты можно вложить. А здесь за счет того, что время вовлечения в среднем составляет около 30 минут, собственно, то количество информации, те ценности, которые есть у продукта, их куда более просто можно вложить и передать. Поэтому вот этот канал, он отличается именно вовлечением пользователей в взаимодействии. Кроме того, наверное, такой последний пример того, что можно делать в Roblox, это история с различными симуляторами, симуляторами полетов, симуляторами того самого НЦК, симуляторами каких-то бизнес-процессов, но не бизнес-процессов в смысле, да, отсправка компаний, а бизнес-процессов в смысле показать, как работает, например, завод по переработке мусора или там раскрыть какой-то вопрос, почему важно заниматься экологией и перерабатывать мусор, потому что все эти вещи можно показать наглядно. Эта задача, они такие, на грани между, с одной стороны, геймификацией, с другой стороны, с показом того, как работают те или иные виды бизнеса и такое вот игровое вовлечение. Тут я такой пример приведу. Интересно, что в VR-приложениях очень популярный джоб-симулятор. Это приложение, в котором просто можно выполнять какие-то рутинные задачи, какие-то рутинные функции. Например, есть такой симулятор кухни, где можно готовить, значит, себе бургеры, жарить котлетки и так далее. И удивительно для меня было, что это одно из самых популярных приложений, которое люди используют в VR-клубах. То есть они приходят, платят деньги за то, чтобы час провести времени и отправляются в симулятор работы. И вот здесь примерно похожий пример, связанный с тем, что здесь можно показать какие-то вещи, познакомить аудиторию с чем-то. Ну вот, как пример, мы для одного из брендов, который производит продукты питания, fast food, мы подумали, что было бы круто донести ценности компании через то, что они повзаимодействовали бы именно на кухне с процессом приготовления и вообще посмотрели, как изнутри все это работает. То есть такой вот формат ютеймента. Ну и последняя такая добивочка к истории про Роблокс. Вы, может быть, удивитесь, что там проводят корпоративы, тимбилдинги и различные чар-мероприятия. Кажется, как вообще это все связано, но представьте, что вам нужно сделать мероприятие на сполочение коллектива вашей команды, на совместные истории с захватом флага, на какие-то командные игры, на перетягивание канад, все, что может перейти в голову, для развлечений или для проведения, например, праздников нового года, просто собрать всех, классно провести время. И для таких кейсов Роблокс тоже очень активно используется, потому что там можно создавать какие угодно виртуальные миры. Да, это может быть путешествие по каким-то кинокартинам, это может быть заплыв по океану, это может быть захват, опять же, флага и игра на то, что нужно коллективно проходить полосу препятствий, где от коммуникации друг с другом зависит, то сможете ли вы продвинуться дальше или нет. Здесь есть одно небольшое ограничение, в Роблокс не встроен аудио-чат, точнее он встроен, но для только тех пользователей, которые прошли верификацию, это довольно сложный процесс, это связано с их настройками безопасности. А поэтому обычно эти штуки происходят раздельно. Аудио-чат происходит, например, в Зуме, а игра происходит в Роблоксе. И, собственно, это пример, когда Роблокс используется совершенно не для молодежной аудитории, а когда, например, используется Роблокс для более взрослой аудитории. И таких примеров есть довольно много, такие корпоративы проводили в Яндексе, в Skyeng, и мы, когда ресерчим очень внимательно, что происходит на российском рынке, мы понимаем, что проведение корпоратива в Роблоксе это скорее уже не фантазия, это просто такое. Ну, мы уже давно это сделали, поэтому предложите нам что-нибудь новенькое. Вот такие неожиданные кейсы использования Роблокса в том числе тоже бывают. Вообще мы так легко можем оперировать кейсами, потому что помимо того, что мы делаем проекты внутри метавселенной, у нас своих кейсов больше 50, мы еще и за счет нашей работы редакции, за счет нашего медиа и YouTube канала мы ресерчим вообще все, что происходит на рынке. Мы пишем обзоры, у нас вот вообще все, что в России делается, находится под очень таким внимательным контролем. И за счет этого, когда мы общаемся с клиентом, мы буквально за час можем прям вот разложить полностью его бизнес, его задачи, и накидать те примеры, какие-то концепты, идей того, как для него использовать метавселенную может быть удобно, какие задачи можно решить. Поэтому, если вас это видео вдохновило на то, что вообще интересно об этом стало, это бы задуматься, то вы смело можете оставить у нас заявку на сайте, мы с вами созвонимся, и просто в формате такого очень короткого мозгового штурма накидаем идей. Скорее всего, несколько из них вас заинтересуют, и дальше можно будет пройти к проработке, уже просчитать как бы полностью план, посчитать, какие это будет решать бизнес-метрики, потому что мы всегда стараемся, чтобы те проекты, которые мы делали, они влияли на конкретные бизнес-показатели. Количество охвата медийно, количество пользователей, которые подсоединяли с брендом, время, которое они взаимодействовали, количество переходов на сайт, количество покупок, все эти вещи можно очень конкретно запланировать, и проект подвести для того, чтобы он эти задачи решил. Второй проект — это Fortnite. И это, наверное, может быть для всех очень неожиданно, потому что если уж то, что в Роблоксе делают что угодно, скорее всего, слышали, то то, что Fortnite — это конкретный режим королевской битвы, это конкретно просто обычная игра, хоть и суперпопулярная, а почему это там, это вселенная? Ответ на этот вопрос. Уже несколько лет они тестируют креативный режим. Это когда внутри игры можно создавать свои отдельные острова, которые являются таким отдельным пространством. И в марте они сделали обновление, это называется креативный режим 2.0, который очень сильно увеличил возможность для создания миров внутри Fortnite. И если вы зайдете в Fortnite и перейдете в режим выбора островов, выбора локаций, вы увидите очень похожую плитку на ту, которая есть в Роблоксе или просто на YouTube. То есть, когда заходишь в отдельное окно, и у тебя просто отображается сразу там 20, 30, 40, 50 плашек, на которых есть названия разных игр. И там вы увидите гонки, там вы увидите полосы препятствий, там вы увидите различные истории с путешествиями и другие всевозможные истории. Что для нас это значит? Это для нас значит, что очень незаметно, очень не так публично об этом не говоря, Fortnite еще больше стал метавселенной. То есть, у них уже была возможность самим создавать внутри какой-то контент. Но это было очень неудобно. Нужно было перейти по определенному цифровому коду. Можно было такое создать между собой. Можно было сделать что-то свое и потом туда кто-то мог перейти. А это сейчас просто публичное пространство, в которое проект, который привлекает аудиторию, продвигается топ. Все могут одноклик в него перейти. Ну и, конечно же, можно просто перейти по специальной ссылке. Fortnite знаменит для нас тем, что там проходили концерты Трэвиса Скотта, Риана Гранде и еще очень большого количества брендов, которые уже там что-то создавали. Но бренды создавали это в партнерстве с Fortnite, а сейчас эта возможность открылась абсолютно для всех. Мне даже в каком-то смысле очень радостно от того, что эта новость прошла незамеченно, потому что раньше все такие о, метавселенная, сразу миллион тысячи сообщений, а тут просто одна из самых крупных в мире платформ открывает возможность всем создавать там контент. Это все происходит супер незаметно. Даже, наверное, вот я бы про это лишний раз не упоминал, но просто очень хочется поделиться, что такие происходят изменения. Что же у нас с Fortnite? Fortnite, в отличие от Roblox, имеет куда более высокий уровень и качество графики. Если Roblox это такая, скорее, чуть-чуть проапгрейдженная версия Майнкрафта, то Fortnite это прям полноценный, очень хорошо проработанный игровой, игровая платформа, да, игровой мир, который, в свою очередь, строится на базе движка Unreal Engine. Да, мы знаем, что Unreal Engine сейчас движок, который максимально по качеству графики приобрежен к реалистичному, да, там снимают синематики, это так называемые фильмы, которые полностью сняты в виртуальном пространстве, которые практически неотличимы от той картинки, которая могла бы быть снята. То есть в некоторых случаях просто невозможно натирать. Поэтому здесь от Roblox принципиально вообще другое качество графики. Здесь также есть инструменты монетизации, да, здесь также есть различные возможности с этими мирами работать, их брендировать, встраивать в них ссылки, проводить какие-то промо-активности. Ну, наверное, вот самый такой наглядный пример, который я бы привел, это, конечно же, история с концертами и вообще с какими-либо шоу. Концерт в Метавселенной это, по сути, ну, концерт для нас это типа сцена и артист, который выступает. Но если вы видели ролики, если нет, то прям обязательно их надо посмотреть. Мы понимаем, что выступление артиста в Метавселенной это в меньшей степени концерт, а в большей степени это иммерсивное шоу. Это игра, где есть различные, значит, сценарии, где можно взаимодействовать с артистом, можно проходить различные последовательности действий, подмерки в том числе, и так далее. Все это в шоу. И если мы берем вот это направление шоу, то мы можем понимать, что и какие-то вещи связаны с театром, какие-то вещи связаны с искусством, какие-то вещи связаны с медиаперформансами, какие-то истории связаны именно с вовлечением и знакомством с брендом. Они очень здесь реализуемы, в первую очередь, именно за счет качества графики. Но не будем отклоняться от структуры, я немножко углянулся, нам нужно вернуться к двум важнейшим вопросам. Первый вопрос, это, конечно же, аудитория. С аудиторией здесь все тоже очень хорошо. Во-первых, здесь общая аудитория всего платформы, она составляет 234 миллиона, и аудитория в России это 3 миллиона. 3 миллиона, мы очень, как бы, серьезно и старательно собирали цифры. К сожалению, все эти цифры, они очень, ну, как бы, не публично где-то находятся. Мы сделали такой обзор, статью на сайте, в котором вот про все темы от вселенной, которые я рассказываю, собрали подробную статистику. Поэтому, если вам нужно будет потом освежить все эти знания, можно будет просто, опять же, перейти по этой ссылке и внимательно посмотреть, как росла эта аудитория в динамике, какая аудитория в России, какая аудитория в мире, какие-то возрастные параметры, да, и, в общем, очень много полезных фактов собрано. Мы, ну, вот, очень много времени потратили, чтобы сделать такой материал и пока более, как бы, подробного обзора я не видел. Если бы видел, может быть, нам самим бы не пришлось так серьезно его собирать. Что касается, соответственно, возраста этой аудитории, да, здесь аудитория постарше, средний возраст составляет по 17 лет и по сегментам мы видим, что примерно вот 16-25 лет это та аудитория, на которую можно здесь, соответственно, таргетироваться. С точки зрения кейсов, которые можно реализовывать в Fortnite, здесь, по сути, все очень близко к тому, что можно делать в Roblox, только с поправкой на качество графики и с поправкой на целевую аудиторию. Фактически, для бренда он может просто посмотреть, ага, вот это можно делать в Roblox, это можно делать в Fortnite, просто если у меня чуть другая целевая аудитория, я буду работать, конечно же, с Fortnite. Ну и последний блок, это то, с помощью чего, с помощью каких устройств, каких интерфейсов можно получить доступ к Fortnite. здесь все так же зеркально с Roblox, это мобильные телефоны, это клиенты на компьютер и это клиенты на консоль, игровой консоль. Есть одно очень важное различие в том, что в Roblox клиент весит очень мало, я говорил, что там около 100 мегабайт, в истории с Fortnite клиент весит куда больше, мобильное приложение на телефон весит 9 гигабайт, а приложение на компьютер я скачивал 20 с копейками гигабайт, ну, довольно долго. Поэтому здесь очень важно понимать, что взаимодействие с аудиторией в Fortnite имеет смысл рассчитывать стоя в аудитории, которая там уже есть, да, потому что если предложить просто новому человеку скачать приложение 100 мегабайт и зайти в какой-то мир в Roblox, он абсолютно легко это сможет сделать, а скачать приложение 9 гигабайт и зайти в мир в Fortnite для человека, который там еще не присутствовал, может быть чуточку сложнее. Но это как бы одновременное ограничение и преимущество, да, потому что в Fortnite можно продвигать игры внутри, да, в Fortnite есть довольно большое количество блогеров на YouTube и на других медиаплощадках, которые снимают очень много контента про то, что происходит внутри Fortnite, поэтому, если вы делаете интеграцию бренда, то можно заручиться в медиаподдержку этих блогеров, и это очень простой и понятный доступ ко всей той целевой аудитории, которую мы называем, которая есть. Поэтому мы можем рассчитывать, что привлечь, например, несколько миллионов пользователей кажется очень реалистичной задачей. Ну и мы в ближайшее время планируем сделать несколько классных проектов в Fortnite, поэтому мы будем про это обязательно рассказывать у нас во всех наших медиа, особенностью в Telegram-канале, он у нас такой самый быстро держащий в курсе того, что происходит в принципе на рынке Metaverse и в нашем Metaverse-агентстве в чатном. Ну и финальный блог про Fortnite. Нетипичные способы использования Fortnite. Мы пообщались опять же с нашим постоянным источником информации, с владельцем VR-клуба, который проводит корпоративные мероприятия. Они создают праздники VR-компании, привозят к себе некоторое количество VR-оборудования и, собственно, там устраивают развлекательную часть, например, новогоднего корпоратива или какого-то праздника в честь дня рождения компании. И самый популярный их запрос это запрос на Fortnite. И они его не могут выполнить, потому что Fortnite не работает в VR. Они заявили, что они в ближайших планов планируют реализовать, но пока это не доступно. Это значит, что сейчас, когда Fortnite в принципе стал доступен для того, чтобы там создавать контент, стало очень реалистично построить там виртуальное пространство, виртуальное шоу для проведения праздника, в котором можно интегрировать всех ваших сотрудников с помощью мобильных телефонов, с помощью компьютеров. там есть прекрасный встроенный аудио-чат, все будут друг друга слышать, и, соответственно, там можно провести, например, такое мероприятие, которое будет направлено на своих сотрудников, или на партнеров компании, или на клиентов компании. Разные такие образовательные, иммерсивные мероприятия очень реалистично там реализовывают. Итак, третий пункт в нашей подборке это метавселенная Minecraft, и это тот мир, который, казалось бы, мы слышали уже 10 лет назад, что он существует, а может быть, даже и больше. И если посмотреть на график, удивительно, что его аудитория растет, наверное, более стабильно, чем в каких-либо других проектах. это показывает такую жизнеспособность и долгожительство этого проекта. И с этим связан один тоже неожиданный факт. Мы, когда разбирали статистику, обнаружили, что средний возраст пользователей это 24 года. То есть это люди, которые, ну, в общем, некоторое время назад начали проводить премию в Майнкрафте, и, собственно, дальше вместе с Майнкрафтом выросли. Ну, и, собственно, Майнкрафт как бы вырос и по объему аудитории, да, и эти люди тоже в нем увеличились. Поэтому я вообще не мог себе представить, что аудитория Майнкрафта в среднем более взрослая, чем в Фортнайте и в Проблоксе. Ну, конечно, мы очень усредненные данные берем. Итого, месячный онлайн пользователей в Майнкрафте это 180 миллионов человек. И хочу обратить ваше внимание, это месячный онлайн, то есть это пользователи, которые более одного раза в месяц заходили. Общее количество зарегистрированных аккаунтов там превышает 700 миллионов. Это значит, что, ну, просто люди зарегистрировались, когда-то давно, кто-то зарегистрировал несколько аккаунтов, но суть остается в том, что эти люди, которые, в принципе, знакомы с этой платформой, и, наверное, им куда проще в нее войти, если их позвать на какое-то событие. То, что касается пользователей в России, здесь посчитать очень сложно, потому что очень многие пользуются пиратскими различными серверами, но по нашим данным это около 20 миллионов человек, которые в месяц более одного раза находят в Майнкрафт. Что отличает Майнкрафт? В том, что в нашем рейтинге это пространство, такой виртуальный мир с самой такой, как бы это сказать, упрощенной графикой. Это вообще пространство, в котором для того, чтобы создавать изначально какие-то конструкции, какие-то 3D-объекты, просто можно начать складывать некоторые кубики, и у вас уже начнет что-то получаться. Ну, я думаю, что все хорошо представляют эту графику, она очень простая, а это не значит, что в ней легко это какой-то проект трудоемко. Но сам факт, что здесь уж точно никто не рассчитывает на какой-то фотореализм или что-то в эту сторону. Соответственно, здесь очень хорошо проходят различные творческие мероприятия. Например, если мы опять-таки возвращаемся к теме корпоративов и различных задач, связанных с HR-задачами компаниями, то это то пространство, в котором создавать виртуальные миры, создавать в них контент может абсолютно любой человек. Ему на это чтобы разобраться, потребуется считанные минуты. В целом, да, люди занимаются побольше части здесь творчеством, они создают собственные миры, они ходят друг к другу в гости, бренды здесь так же создают миры, создают какой-то интересный контент, ну вот таких нескольких примеров, которые хочется привести, это конечно же неигровые примеры, да, вы можете заметить, что я всегда стараюсь приводить примеры неигровые, потому что с игровыми примерами и так все понятно, но для этого эти платформы сотни игр там в первую очередь большой драматический театр в Петербурге, это кстати такая неожиданная история, я был на конференции, познакомился с парнем, который является таким очень высококлассным блокчейн разработчиком, и он поделился историей, что он в Майнкрафте создал спектакль для большого драматического театра, на который продавались билеты, если я не ошибаюсь, около двух тысяч пользователей посмотрели этот спектакль онлайне, и потом еще эта запись набрала довольно большое количество просмотров на ютубе, что лишний раз доказывает, что здесь можно создавать совершенно разные проекты, здесь очень хорошо могут заходить различные кейсы с проведением хакатонов, каких-то творческих соревнований, когда нужно посоревноваться в том, чтобы что-то построить, может быть, какие-то спортивные соревнования, поэтому Майнкрафт это история для такого совместного творчества, да, и здесь можно просто пользователям дать возможность это сделать, это очень легко начать делать и потом вместе насладиться этими результатами. И мы завершаем нашу подборку, финально приоткрываем наш занавес, и на сцене появляется проект Sandbox, Sandbox.game его домен, чтобы можно было легко дойти и посмотреть, потому что слово Sandbox очень распространено, есть много проектов, которые так называются. и это первая Web3 Метавселенная в нашей подборке. Это значит, что она включает в себя все инструменты, связанные с блокчейном, с NFT, с криптовалютами, с транзакциями, с токенами, и в общем, со всем тем многообразием, которые в мире Web3 существуют. Это открывает для нас очень много необычных возможностей, в первую очередь экономических, которые в предыдущих проектах были нам где-то недоступны, или нужно было придумывать какие-то хитро-обходные пути. Я вообще всегда придерживаюсь такого способа, что было бы желание что-то реализовать, всегда можно придумать, как это сделать, даже там, где вообще все возможности Метавселенной кажется, что заблокированы. В этом плане очень интересные творческие миры, потому что всегда можно что-то такое необычное придумать. Все предыдущие проекты это были централизованные виртуальные миры, разработка которых началась более пяти, а где-то даже десяти лет назад. Simbox это новое Web3 поколение, разработка активно его стартовала около двух-трех лет назад, и они очень постепенно все тестируют. Сейчас у них запуск происходит такими так называемыми альфа-сезонами, когда они приоткрывают часть карты, там находятся конкретные очень такие интересные проверенные проекты, и они целенаправленно привлекают туда аудиторию. Из всех блокчейн и Web3 Метавселенных на протяжении последних трех лет они показывают стабильный рост, с ними делали интеграции Snoop Dogg и различные другие медийные кейсы, с ними происходили, и что у них получилось по аудитории. Сейчас аудитория насчитывает в пределах от 30 до 50 тысяч месячных пользователей. Это сильно варьируется от того, когда они запускают свои новые сезоны и выкатывают новые игры. Мы видели, что были всплески, когда до миллиона пользователей доходило, но в среднем это вот такой показатель. И в России по нашей оценке это около 5 тысяч пользователей. Соответственно, почему здесь такое большое восхождение цифр? Потому что мы говорим про Web3. Если мы в принципе сравним Web2 сегмент интернета и Web3 сегмент интернета, то мы увидим, что вхождение в Web3 существенно выше. Представьте, что для того, чтобы войти в это пространство, вам нужно иметь криптокошелек, уметь подключать его к сайтам. Это существенно ограничивает аудиторию. С другой стороны, это определенным образом квалифицирует эту аудиторию. Мы понимаем, что это Web3 пользователь. Что касается графики. Графика здесь очень похожа на Майнкрафт. Это воксельные миры, которые создаются в точно таком же конструкторе, но просто куда более современном и сейчас продвинутом. И здесь тоже все направлено на игры, на квест, на развлечения. Только такие вот Web3 развлекательные проекты. Почему мне кажется, что Sandbox очень перспективный проект? Потому что это Майнкрафт на астероидах. Майнкрафт реально при всей его истории, при всем его большом количестве пользователей, по крайней мере в России, крайне неудобно использовать. Его нужно скачивать, покупать вообще лицензию для доступа. здесь все намного проще. Здесь скачивают просто приложения. И хочу заметить, что пока у них еще даже нет мобильного клиента. Уже есть планы запустить мобильную версию, поэтому аудитория сильно увеличится. Из того, что мы видим сейчас, там создают в первую очередь квесты, различные квиз-механики, когда нужно проходить, собирать токены, выполнять различные задания. Там сделано все для того, чтобы делать все те же игровые вещи, которые можно было делать во всех предыдущих методовселенных, но интегрировать это все с Web3. Прошел игру, получил NFT, участвовал в соревновании внутри игры, поставил, например, вставку в виде своей NFT против, например, NFT другого игрока. Вы проиграли, выиграли, обменялись или как-то между собой разделили. это может быть платный вход на мероприятие на концерт с помощью NFT, это может быть интеграция сбора токенов, это могут быть различные розыгрыши, аирдропы, проведение, например, шоу, когда аудитория, например, какого-то криптопроекта собирается и все вместе участвуют в соревновании. Мы очень внимательно следим за развитием этого проекта. Мы провели хакатон, обучили креаторов, которые умеют работать с локсерной графикой создавать квесты, и у нас, конечно же, есть видео, в котором мы показали, что получилось. И сейчас мы активно создаем проект с игр для сенбокс, потому что мы уверены, что в ближайшее время этот проект будет набирать популярность, и среди веб-три мира будет, наверное, одним из самых заметных, самых таким вовлекающим новую аудиторию. На этом мы завершаем подборку. Дальше нас ждет еще несколько серий. Один выпуск будет посвящен деловым метавселенным, те метавселенные, в которых проходят мероприятия, проходят конференции и даже заключаются сделки. Мы про это отдельно тоже подробно расскажем. Отдельный сегмент, в котором мы остановимся, это VR-метавселенный. Пока из-за того, что мы упоминали, здесь нигде вообще VR не присутствует, а мы понимаем, что для ряда задач VR очень важен и очень полезен. Подытоживая первое видео, хочется сказать, что игровые развлекательные метавселенные хорошо подходят для того, чтобы встраивать активации пользователей в них, в спецпроекты, создание брендовых пространств игр, которые знакомят и вовлекают в знакомство с брендом, или там представлять продукцию и предлагать пользователям ей воспользоваться. Различные промо-компании, связанные с раздачей промо-кодов, с получением ссылок, да, и, в общем, таким образом активации. Это все то, что можно делать в игровых развлекательных метавселенных. В комментариях я призываю вас поделиться тем бизнесом, которым вы занимаетесь, и если вам понравилась какая-то идея или пришла своя, рассказать, что из того, что можно делать в метавселенных для бизнеса, вам было бы интересно реализовать. А если у вас таких идей не появилось, и вы подумали, как прикольно, но все еще ничего не понятно, то просто задайте вопрос, и мы постараемся в комментариях подкинуть вам несколько идей того, как это можно было бы использовать для вашего бизнеса. До связи, с вами был Алексей Памыканов, основатель компании МАФ, который занимается тем, что помогает брендам зарабатывать в метавселенных.